Добрый вечер! Вы смотрите Пятницу с Анатолием Голи на РТР Молдова. Главное событие этой недели – ратификация в парламенте соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. За ратификацию проголосовало 59 из 101 депутата. Сколько на самом деле молдавских граждан поддерживает этот документ, сказать сложно. Судить об этом можно будет, наверное, по результатам парламентских выборов, которые состоятся 30 ноября нынешнего года. Каковы же будут результаты от внедрения соглашения со знаком «плюс» или «минус» – будет видно еще позже. И зависит это прежде всего от молдавских граждан, не только от политиков, но и от каждого из нас. А Запад, как принято говорить в таких случаях, нам поможет. О том, как это будет происходить, но и о ситуации в Молдове в целом, поговорим сегодня с одним из представителей Запада, хорошим знатоком молдавской политики, другом молдавского народа, чрезвычайным и полномочным послом США в Республике Молдова Уильвером Мозером. Добрый вечер, господин посол. Добрый вечер. Добро пожаловать. Спасибо, что вы согласились участвовать в передаче. У нас будет с синхронным переводом, поэтому, возможно, небольшая задержка, но телезрители поймут. Господин посол, на ваш взгляд, что означает для Молдовы подписание, ратификация и вступление в силу соглашения об ассоциации с Европейским Союзом? Ну, прежде всего, Анатол, должен сказать вот что. Что я очень, очень рад присутствовать на вашей программе. И спасибо, что вы меня пригласили. Знаете, это замечательная возможность для меня поговорить с вашей аудиторией, которая является одной из телезрительских аудиторий, с которой у меня не было возможности пообщаться. Как вы знаете, я большой друг Молдовы. Надеюсь, я могу сказать, что я большой ваш друг. Это дает мне возможность по-настоящему поговорить с вашей аудиторией, которая является тем сегментом общества, который я хочу охватить. Теперь, что касается соглашения об ассоциации, соглашения о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли. Я хочу очень четко сказать, что Соединенные Штаты, безусловно, за вступление Молдовы. И более тесное ассоциированное членство в Европейском Союзе. И очень поддерживают дальнейшую европейскую интеграцию Молдовы. Теперь, почему это так? Мы очень твердо убеждены в том, что это важно для Молдовы, потому что это служит для Молдовы путем продвижения вперед по пути демократии, экономического процветания и на самом деле сценарием того, как реформировать свою экономику и общество. с тем, чтобы достигнуть этих шагов. Я недолго присутствовал на парламентских прениях, кажется, в среду. Мне было очень интересно, когда я услышал, как некоторые депутаты парламента говорили, ну, у нас на самом деле не было достаточно времени обсудить это соглашение. Я сказал, я думаю, молдавский народ ждал этого 23 года. Я думаю, это достаточно времени, чтобы действительно подумать об этом. И я хочу поздравить проевропейскую коалицию с тем, что они предприняли эту меру. Это то, что было начато господином Воронином, когда он был президентом этой страны и обязался интегрироваться в Европу. А нынешняя правящая коалиция предприняла необходимые меры, чтобы сделать это возможным. Я думаю, это обещает яркое будущее Молдови. И мы можем поговорить об этом чуть подробнее. Господин Руссол, но вы знаете, что молдавское общество разделено, например, на две равные части. Да. Примерно. Согласно результатам социологических вопросов, примерно половина поддерживает и столько же не поддерживает европейскую интеграцию, выступая за интеграцию в Евразийский союз или в Таможенный союз. Вы не считаете, что вот этот шаг подписания и ратификации соглашения приведет к еще большему расколу молдавского общества? Может, стоило прислушаться к оппозиции и провести референдум по этому поводу? Я скажу вот что. Причина, по которой я не думаю, что в этом случае референдум – это правильный способ решения этого вопроса, потому что для этого существуют выборные представители. И вы знаете, я думала об этом, когда этот вопрос возник. Много лет назад, думаю, это было почти 20 лет назад, у нас было то, что называлось «Североамериканское соглашение о свободной торговле» с Мексикой и Канадой. И это было по-настоящему крупное торговое соглашение между нашими тремя странами. Референдум об этом никогда не проводился, потому что мы считали, что оптимальный способ решения этого – посредством наших выборных представителей. Состоялось голосование в Конгрессе, которым это соглашение было одобрено. И это очень общепринятая практика для соглашения такого рода. Теперь, хочу еще немного поговорить о расколе в молдавском обществе по этому вопросу. И вы поднимаете очень, очень важный вопрос. Я знаю, что соглашения об ассоциации и соглашения о глубокой всесторонней зоне свободной торговли не поддерживаются единогласно. Но я думаю, что лучше всего решать этот вопрос в рамках выборного процесса. И поэтому в Молдове осенью состоятся выборы 30 ноября, на следующий день после моего дня рождения, на самом деле. И я по-настоящему считаю, что стоит отметить, что тогда у молдавского народа будет возможность решить, одобряет ли он действия правящей коалиции или нет. И они хотят чего-то другого. Позвольте сказать вот что. Я не думаю, что в молдавском обществе имело место достаточное обсуждение преимуществ или потенциальных преимуществ соглашения об ассоциации. Недостаточно, да? Было недостаточно дискуссий. Да, я бы сказал, недостаточно обсуждения преимуществ. Знаете, я читаю много газет, много прессы, и я вижу много негативных комментариев об этом. Но я не думаю, что было серьезное обсуждение того, каковы реальные преимущества для общества. Но позвольте сказать вот что, чтобы выделить это. Знаете, 23 года назад в Европе было много стран, которые были на равном уровне экономического развития, потому что они были членами Варшавского договора. Словакия, Чешская республика, Польша, страны Балтии решили, что они хотят встать на европейский путь. И теперь эти страны намного демократичнее и намного более процветающие, чем Молдова. Молдове предстоит проделать долгий путь. Таким было решение людей в то время относительно того, каким путем пойдет Молдова. Но я полагаю, что Молдова может посмотреть на соседние страны и увидеть страны, которые за последние 20 лет стали процветающими, и осознать, что это благо для молдавского общества. Я думаю, что этот простой посыл просто не дошел в достаточной мере до молдавского народа. Почему США так активно поддерживает процесс европейской интеграции Молдовы? Потому что Молдове будет лучше, по убеждению США, в Европейском Союзе в качестве ассоциированной страны? Или потому, что это в противовес позиции России, которая отговаривала Молдовы от этого шага? Это никак не связано с геополитическим вопросом о месте Молдовы в мире. Наши мотивы очень чисты в этом случае. Мы хотим того, что мы считаем лучшим для молдавского народа. Потому что, когда мы смотрим на страны Восточной Европы, постсоветского периода, страны, которые стали процветающими, это страны, которые стали ассоциированы с Европейским Союзом, а другие не достигли по-настоящему такого же большого прогресса. Поэтому мы хотим этого чисто по этим причинам. Потому что, по сути, Анатол, я думаю, что здесь кое о чем забывают. Знаете, Соединенные Штаты показали всей своей истории и периода после Второй мировой войны, что мы большие сторонники того, чтобы страны становились более процветающими. Потому что мы полагаем, что более процветающие страны – это лучше для нас. Они, как правило, более демократичные. Они более хорошие экономические партнеры. Они, как правило, соблюдают принцип верховенства закона, а это то, что нужно нам. Мы очень твердо убеждены в том, что когда другие страны процветают, процветают и Соединенные Штаты. А когда другие страны демократичные, это хорошо для общества в целом. Поэтому мы хотим помочь Молдове встать на путь, который позволит ей стать более процветающим демократическим обществом. Потому что мы считаем, что это обеспечит лучшее будущее нам, Соединенным Штатам и Молдове, мировому сообществу. Позвольте высказать еще одно соображение, которое я нахожу важным. Мы никогда не смотрели на это соглашение, как на соперничество Запада с Востоком. Мы считаем, что возможно иметь соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом и одновременно вести торговлю с Россией, Казахстаном, Белоруссией, всеми странами на Востоке. Мы не пытаемся исключить торговых партнеров. Мы стремимся увеличить их число, потому что мы считаем, что это настоящий путь на пути к процветанию. На самом деле очень интересно то, что крупнейшим торговым партнером России и крупнейшим торговым партнером Молдовы является Европейский Союз. И мы иногда забываем, что в настоящее время обе эти страны ведут активную торговлю с Европейским Союзом. Значит, эта экономическая модель чем-то привлекательна, потому что обе эти страны ведут в настоящее время значительный объем своей двусторонней торговли с этой организацией. Мы считаем, что это хороший шаг для Молдовы, и факты по-настоящему демонстрируют это. Но как убедить Россию в том, что это возможно, быть одновременно в зоне свободной торговли DCFT, в зоне свободной торговли с Евросоюзом и в зоне свободной торговли СНГ? С одной стороны, с другой стороны, действительно, Молдова уже больше экспортирует в Европейский Союз, чем в Россию, но в Европейский Союз экспортируются товары без добавленной стоимости, без высокой добавленной стоимости. Поэтому выгоднее продавать в Россию, где продаются товары с высокой добавленной стоимостью для Молдовы. Что будет делать Молдова в ситуации, если российский рынок ограничится, либо закроется вовсе для молдавских товаров? Я думаю, что существует определенный риск для молдавской экономики в переходный период. И я знаю, что уже было эмбарго на вино, вводились ограничения на другие товары из Молдовы, что эмбарго и ограничения, как представляется, вводились больше по политическим причинам, чем по хитосанитарным или экономическим причинам. Однако, я хочу очень четко сказать следующее. Возможности дальнейшей торговли с Европой огромны. Европейская экономика составляет 17,1 триллиона долларов мировой торговли. Соединенные Штаты составляют приблизительно еще 17 триллионов. Вместе это приблизительно 2 трети торговли мира. Экономики Евразийского таможенного союза составляют около 2,1 триллиона. То есть, речь идет о возможности вести торговлю на свободной основе приблизительно с одной третью мировой экономики. И мы в Соединенных Штатах и наши европейские партнеры очень надеемся на то, что в следующие несколько лет посредством так называемого трансатлантического торгового инвестиционного партнерства наши торговые связи дополнительно укрепятся. Иными словами, чтобы объяснить доходчиво вашей аудитории, Соединенные Штаты готовятся подписать или стараются вести переговоры по соглашению о глубокой всесторонней зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Мы считаем, что это такое хорошее дело. Я знаю, что возможны определенные экономические последствия для Молдовы в переходный период, и Соединенные Штаты будут работать с молдаванами над решением возможных трудностей. Но я скажу, что потенциал для Молдовы в крупных торговых зонах, таких как Европейский Союз, и, возможно, зоны, которые также будут включать в себя Соединенные Штаты, огромная экономическая возможность. Экономическая возможность, которую я не думаю Молдова может упустить. Вы полагаете, что после вступления в силу соглашения об ассоциации Молдовы с Европейским Союзом возрастет и объем торгово-экономических связей Молдовы и США? Возможно, потому что я думаю, что наша экономика будет теснее связана с Европой в будущем. Но также я думаю, что следует упомянуть еще кое-что. Соглашением о торговле Европейского Союза требуется соблюдение определенных стандартов, в частности, фитосанитарных стандартов. И когда молдавские товары соответствуют им, это облегчает их поступление на рынок ЕС. Господин посол, вступление Молдовы в... В сближение Молдовы, вернее, с Европейским Союзом предполагает выполнение ряда стандартов, как экономических, так и политических, демократических и так далее. Вы неоднократно критиковали, и довольно жестко критиковали, молдавские власти за медленную реформу юстиции, медленное осуществление, за недостаточный уровень демократических свобод, особенно за борьбу с коррупцией, которая оставляет желать много лучшего. Исходя из опыта США, где эти проблемы в значительной степени решены, что бы вы посоветовали молдавским властям в нынешней новой ситуации, когда пройден определенный этап, но есть и амбициозные цели, добиться и перспективы членства в Европейском Союзе, что должны делать для того, чтобы люди чувствовали, что эти проблемы решаются, и что сближение с Европейским Союзом этому способствует? Анатол, вначале позвольте сказать вот что. Я всегда говорю, что проблема коррупции в Молдове будет считаться решенной, или ситуация с ней улучшенной, когда люди будут считать, что она решена, или ситуация с ней улучшена. Иными словами, по-настоящему важны не международные показатели. Важный показатель – это то, каким считают уровень коррупции, с которым он сталкивается каждый день. Каждый человек – зритель этой программы. Теперь, что именно мы говорили? Конкретные меры. Соединенные Штаты внедрили систему комплексной работы с делами, чтобы повысить прозрачность работы судей. Судьи – это настоящая проблема в Молдове, потому что слишком часто бытует представление, что решения принимаются судьями на основаниях, которые не являются по-настоящему прозрачными. Сто-процентное соблюдение всеми судьями в Молдове, системы распределения дел случайным образом, в которой они больше не могут решать, какие дела принимать, или какие дела можно передавать тому или иному суде, а также использование судебных протоколов, и учет всех операций в компьютерной системе, значительно повышают прозрачность системы. И это весьма важно. Мы также говорили о повышении стандартов этики судей и всех представителей правоохранительного аппарата страны. Иными словами, формы раскрытия финансовой информации и расследования финансовых обстоятельств отдельных кандидатов, а в настоящее время занимающих должности и потенциальных кандидатов, где бы то ни было в чиновичем аппарате. Иными словами, это очень интересно, Анатол, потому что вы сказали, что Соединенные Штаты решили многие из этих проблем, и это отчасти так, но у нас по-прежнему многих арестовывают. И одна из причин, по которой их арестовывают, такая, когда они участвуют в финансовых сделках или занимаются самообогащением. Это должно происходить и в Молдове тоже, чтобы государственных лиц арестовывали за злоупотребление служебным положением, за самообогащение путем использования связей или государственной должности. Мне это интересно, потому что каждый год я должен заполнять форму, в которой я указываю свой доход, доход моей жены и все принадлежащие нам финансовые активы. Сообщение ложной информации в этой форме является уголовным преступлением в Соединенных Штатах. И меня могут посадить в тюрьму, если я не укажу значимую информацию. Например, если у меня есть дача или яхта, или определенный значительный актив. И недавно были случаи, когда члены Конгресса не заполняли правильно эту форму и оказывались в результате под публичным следствием. Это те процессы, которые мы настоятельно рекомендуем внедрить в Молдавскому правительству. Теперь, все это хорошо, но мне нужно сказать еще кое-что. Анатол, я знаю, что вы хотите задать вопрос. Причина, по которой я люблю выступать в таких программах, как эта, и иметь возможность поговорить с рядовыми молдаванами, такая. Они решают, что они хотят жить в обществе, в котором коррупция не определяет экономические результаты. Это полностью зависит от людей. И знаете, я хочу сказать, просто вот что, когда в Молдове начинается предвыборный период. Если кандидат говорит, что он хочет бороться с коррупцией, пожалуйста, задайте ему пару соответствующих вопросов, таких как «Как?» Какие у вас конкретные идеи есть? И готовы ли вы к тому, что ваши крестные родители или ваши родственники тоже попадут в тюрьму? И знаете, это те вопросы, которые рядовые молдаване должны задавать всем политическим кандидатам. Потому что мировой опыт показывает, что проблема коррупции решится только тогда, когда сами люди будут требовать ее решения посредством демократического процесса. И тогда мы говорим, что правительство, оно для народа, в лице народа, и что оно принадлежит народу. Потому что именно народ должен определять, как действует правительство. Ну, вы знаете, что у нас тоже создана комиссия по целостности, Integrity Commission. Но по неподкупности, вот видите, вы даже лучше меня ее назвали. Но там, многие считают, что там не самые неподкупные люди сидят в комиссию, и поэтому результаты этой комиссии пока оставляют желать лучшего. Вот стандарты, которые действуют в Евросоюзе и в США, у нас не всегда работают. Как быть с этим? Я думаю, что положено начало. Тот факт, что комиссия есть, это начало. Но это лишь первый шаг. И люди должны сказать, да, но я хочу, чтобы эта комиссия работала. И здесь должен быть диалог. Вы, как журналисты, журналисты печатных СМИ и других органов СМИ, должны сделать так, чтобы это был вопрос, важный для вас. Потому что вы на самом деле представляете голос народа. И если ваши зрители будут ожидать того, что ситуация изменится, они должны просить, чтобы вы освещали эти вопросы. То же самое, когда придет время идти на избирательные участки. Потому что это тот момент, когда у людей есть возможность сделать выбор. Но они должны требовать этого от руководства и говорить, да, мы хотим соблюдения этого. Пожалуйста, решайте эту проблему. И, как я говорил, в столь многих странах мира эта проблема в конечном итоге была решена таким образом. Все мы знаем, я имею в виду граждан, что Молдова получает в последние годы значительную часть, значительную долю помощи из-за рубежа. Это как кредиты, так и безвозмездные дотации, гранты. В том числе от Соединенных Штатов. Я хотел, чтобы вы вкратце рассказали, удовлетворены ли тем, как внедряются эти проекты в Молдове, Millennium Changer и другие. И есть ли коррупция во внедрении вот этих проектов? Потому что граждане очень много. И вот есть у меня вопросы телезрителей, которые я задам в второй части программы, которые спрашивают, почему Запад, в частности США, допускает, чтобы разворовывались средства из этих грантов. Прежде всего, хочу сказать, что одним фактом я очень горжусь, что за 20 лет независимости Молдовы, чуть более 20 лет, мы предоставили Молдове помощь в размере около 1,2 миллиарда долларов. Это много денег. Теперь, что касается предусмотренных нами мер контроля в отношении этого, в отношении коррупции или возникающих проблем. Прежде всего, хочу сказать, что по нашей крупнейшей программе вызовы тысячелетия в размере 262 миллионов долларов действуют очень, очень жесткие меры контроля в процессе закупок и в процессе исполнения, чтобы, может быть, если не исключить, но значительно сократить коррупцию, даже в очень коррумпированных обществах. И мы знаем, как правильно выстроить систему закупок. Очень интересно, потому что, знаете, недавно я был на дороге М2 в Гандешт, где осматривал построенную нами железнодорожную ветку, которая будет работать параллельно с реконструированной автомобильной дорогой. И это очень интересно, потому что один из вопросов, на котором я делал акцент с журналистом там, был такой. Смотрите, можно построить дорогу, которая прослужит 50 лет, если при строительстве дорог заключать контракты без коррупции. То же самое касается наших проектов в области орошения. Они реализуются таким образом, чтобы процесс подачи заявок был прозрачным. Он открыт для международных участников торгов, и мы осуществляем мониторинг того, как он проводится. У нас жесткие меры контроля. Затем, большая часть нашей помощи выделяется по направлениям, где коррупция затруднительна. Большая ее часть представляется в виде технической помощи, когда мы стремимся обучать молдаван тому, как строить более эффективные институты. Приведу вам пример. Мы передали детекторы лжи многим организациям правоохранительного аппарата Молдовы. Это оборудование имеет определенную стоимость, но основная часть связанных с этим денежных средств в форме обучения сотрудников, которые мы проводим, в том, как им пользоваться и как создавать правильные системы, которые лучше работают. То же самое касается налогового управления. Нам удалось значительно усовершенствовать автоматизацию системы сбора налогов в Молдове. И мы работаем с ними над улучшением работы этой системы, с тем, чтобы они знали, какими данными они располагают, кто уплатил налоги, кто не уплатил. И это не то, за что можно дать откат. Это те вопросы, в связи с которыми есть подрядчик. И мы работали над процедурой отбора подрядчика, когда они разрабатывают систему, а мы оцениваем результаты. Полагаю, что лучше всего сказать, что в случае программ, по которым коррупция возможна, у нас очень, очень жесткие меры контроля в процессе закупок. Во многих программах, которые мы реализуем, в них речь идет о подготовке персонала и реализации мероприятий, которые не столь подвержены коррупции. Но иногда, когда нам о чем-то становится известно, мы занимаем довольно агрессивную позицию в отношении принятия мер против этого. Не буду вдаваться в подробности. Я из вашего ответа делаю вывод, что сейчас в Молдове строится очень много дорог, ремонтируется. Есть дороги, которые ремонтируются за счет дорожного фонда. Есть дороги, которые ремонтируются за счет европейских денег. Есть дороги, которые ремонтируются за счет вызова тысячелетия, за счет американской программы. И через лет 20-30 мы сможем судить о том, где лучше боролись с коррупцией, и там дорога должна служить больше, по идее. Если через 20-30 лет я еще буду жив, я с удовольствием приеду сюда, потому что гарантирую вам, что М2, над которой мы работаем из Соротень и Сорока, будет в отличном состоянии. Потому что, еще один момент, Анатол, я видел, как это делается. У нас есть отдельная компания, которая гарантирует качество. Не строительная компания, а отдельный подрядчик, который приходит и измеряет вплоть до каждого грузовика с асфальтом, правильно ли выполнена работа. И если через 20 лет в дороге будет дефект, мы будем знать, кто был водителем грузовика в тот день, и в каком он был грузовике. И это потому, что в период строительства должны быть предусмотрены стандарты качества. И не должно быть дорог, которые мы столь часто видим, когда каждый год весной после первого снега заделывают колдобины, но потом сразу вымываются. Это то, что мы пытаемся изменить. Я вам желаю, чтобы лет через 25-30 вы приехали в Молдову, мы поедем на машине к Саратене и оттуда покатаемся на велосипеде, как вы уже катались по этой дороге. Обещайте. Я обещаю. Господин посол, мы договорились, что во второй части поговорим о геополитике, о ситуации в Приднестровье. Я хотел вас спросить, вернуться к соглашению об ассоциации СС. Вы не разделяете опасения о том, что соглашение может окончательно похоронить усилия Кишинева по реинтеграции Молдовы, что Молдова может потерять Приднестровье? Я думаю, что это на самом деле очень, очень хороший вопрос, Анатолий. Но я скажу следующее. Знаете, я много об этом думал, и я обсуждал это со своими европейскими коллегами, в частности, когда мы говорили о том, в каком направлении, как мы думаем, должна двигаться Молдова, и в каком направлении должно двигаться Приднестровье. Скажу, что я думаю, что у сепаратистского региона не должно быть права вета в отношении целесообразных решений, благоразумных решений молдавского правительства, которые необходимо принимать молдавскому правительству, чтобы улучшить жизнь собственного народа. И знаете, я скажу, я твердый сторонник того, что соглашение об ассоциации и соглашение о глубокой всесторонней зоне свободной торговли служат способом развития экономики, демократии и процветания. По мере того, как это будет происходить, Приднестровье будет все более привлекать реинтеграция, потому что они осознают, что проевропейский путь может принести экономический успех и им. Одна из причин, по которых я действительно твердо убежден в том, что это так, состоит в том, что в настоящее время в Приднестровье насчитывается чуть менее тысячи предприятий, которые зарегистрированы как молдавские предприятия, потому что они ведут торговлю с Европейским Союзом по системе автоматизированных торговых преференций, предоставленных Европейским Союзом в Молдове. В настоящее время они уже ведут торговлю главным образом с Европейским Союзом или по большей части с Европейским Союзом. На этой неделе была опубликована статья в независимой газете, написанная депутатом Приднестровского парламента о том, что приблизительно 90% совокупной торговли Приднестровью составляет торговля либо с Молдовой, либо с Европейским Союзом, либо с Украиной. Это по-настоящему показывает, что будущее Приднестровья в зоне торговли с Молдовой, Украиной и его европейскими партнерами, потому что такова уже структура торговли Приднестровья. И если Молдова предпримет меры, которые ей необходимо предпринять, чтобы стать успешной экономикой в рамках Европейского соглашения об ассоциации, это станет более благоприятным местом для того, чтобы Приднестровье чувствовало себя в нем как дома. Теперь, хочу сказать еще кое-что. Анатол, вы слышали многое из того, что я говорил в Кишиневе. Вы также следите за высказываниями представителей Европейского Союза и государств Европейского Союза. Я думаю, можно утверждать, что больше всего заботятся о правах меньшинств, больше всего заботятся о языках меньшинств, будь то русский или болгарский или гагаузский язык. Это Соединенные Штаты и Европейский Союз. Потому что мы считаем, что защищать права меньшинств очень важно. И мы считаем, что приднестровцам, гагаузам, болгарскому сообществу в Молдове, Европейское будущее обеспечивает защиту их национального, языкового и культурного наследия. И это то, что я хочу акцентировать всем меньшинствам. Что мы в Соединенных Штатах и Европейский Союз тоже очень заботятся о сохранении прав меньшинств. И что в будущем они найдут место в молдавском обществе. Господин посол, вы когда говорите об экономике, я тоже читал статью в независимой газете, о которой вы говорили. Это статья известного в Приднестровье оппозиционера Дмитрия Соина, который скрывается где-то в Украине, кстати. Это правда, что сегодня приднестровский экспорт приходится основная часть на Европейский Союз. Это более 40%, а вместе с правым берегом Днестра это почти 80%. Но торговые преференции режима ATP в Европейском Союзе для Приднестровья продлен на один год, до 1 января 2016 года. Что будет дальше? Приднестровье не участвует в зоне свободной торговли. Как это будет происходить? Не окажется ли Приднестровье в изоляции? С одной стороны Молдова, с другой стороны Украина, которая тоже подписала соглашение в ассоциации. Думаю, Приднестровцы стоят сейчас перед очень серьезным выбором. Европейский Союз проявил большую щедрость, продлив действия этих торговых преференций еще на полтора года. Но сейчас приднестровцы должны решить, как они будут строить свое будущее. Я по-настоящему думаю, что они должны посмотреть на соседние страны и посмотреть на выбор, сделанный суверенной Украиной и выбор, сделанный суверенной Молдовой. И осознать, что их будущее с этими двумя странами, потому что это небольшая территория, которая находится между этими двумя странами. И, как я сказал, структура торговли уже указывает на это, что выбор должен быть для них вполне логичным. Но они также должны четко подумать о том, каким будет будущее, если они будут стремиться вести альтернативную риторику. И это не простые решения, но это те решения, которые пора начать принимать. Вместе с тем, молдавская сторона в рамках переговоров в формате 5 плюс 2 и на других форумах должна приглашать Приднестровье в обратно в интегрированную Молдову. И делаться это должно в духе того, что мы стремимся сохранить страну целой, а не разделенной. И, думаю, все стороны должны признавать, что необходим компромисс, что необходима децентрализация власти. Это то, о чем я говорю снова и снова, в связи как с Приднестровьем, так и Гагаузией и всеми другими местными юрисдикциями Молдовы. Что мы очень твердо убеждены в том, что лучше всего руководит правительство, близкое к народу. Я думаю, это очень важная концепция, и мы в Соединенных Штатах твердо в нее верим. На местном уровне должны быть органы государственного управления, оказывающие услуги, максимально приближенные к народу. Центральное правительство должно определять направление развития экономики, внешнюю политику, такого рода общенациональные вопросы. Знаете, я беседовал с очень многими очень хорошими местными управленцами, с мэрами, председателями районов, и они нашли способ более эффективного оказания услуг. Но должна быть приверженность финансовой децентрализации центрального правительства в Кишиневе, чтобы это произошло. Если бы центральное правительство в Кишиневе сделало это, это стало бы еще одной мерой укрепления доверия, чтобы преднестровцы осознали, что они могут формировать общество в рамках своей культуры и традиций, и при этом оставаться частью Молдовы. Но вы видите, что Приднестровье идет по другому пути. На этой неделе было подписано 7 меморандумов о сотрудничестве в различных областях между Приднестровьем и Россией. Какие последствия могут иметь такие шаги? Мы видим, что Приднестровье пытается отдалиться от Кишинева, а не наоборот. Я думаю, что такая вероятность имеется. Но я также думаю, что есть географические и экономические реалии. Думаю, нужно судить по нынешним объемам торговли. И, как вы уже сказали, это значительные объемы торговли как с Молдовой, так и со странами Европейского Союза. Я приветствую тот факт, что Приднестровье по-прежнему может подписывать соглашения, но эти соглашения не позволяют уйти от того факта, что будущее Приднестровской экономики теснее связано с его непосредственными соседями, чем с его соседом, который очень далеко. Господин посол, по ситуации на Украине. Мы видели, что на этой неделе на пресс-конференции в Москве господин Шевчук, лидер Приднестровья, сказал о том, что поток граждан, которые путешествуют, пересекают границу с Украиной и с Приднестровья, сократился более чем в три раза. Ситуация на Украине, конечно, вызывает озабоченность и сказывается на ситуацию в регионе в целом, да и в Европе. Как Вы видите решение этой ситуации, преодоление этого кризиса, и что нужно делать для того, чтобы он не перекинулся и на Молдову, не затронул Молдову? Если Молдову непосредственно затронут такие действия, как происходящее сейчас в Украине действия сепаратистов, это будет большая трагедия. Я хочу сказать Вашей телезрительской аудитории, что меня глубоко трогают истории, которые я слышу от молдован, которые мне рассказывают, у меня родственники в Луганске, или у меня друзья в Донецке, или я знаю людей в Украине, по-настоящему пострадавших от этих событий. Я сочувствую этим людям, потому что знаю, что они тоже страдают из-за участи близких им людей. Но я хочу сказать следующее. Мы считаем, что Молдова и Украина, и каждая страна, имеют право защищать свои границы и безопасность своей территории. И мы считаем, что происходящее сейчас вторжение русских в гражданском, которые выдают себя за украинцев на территории Украины, и которые выдают себя за украинских сепаратистов, хотя всю жизнь они прожили в России, это просто беспредел. У Украины есть право положить конец проникновению через свои границы граждан любой другой страны, чтобы защитить свою территориальную целостность и государство. Теперь, я знаю, что события в Украине трагичны, и мы хотим, чтобы кровопролитие было минимальным. Президент Порошенко призвал к прекращению огня. Прекращение огня длилось 10 дней. И что произошло после этих 10 дней, даже хотя украинские военные были готовы прекратить огонь, это не помогло прекратить атаки сепаратистов. И, как я сказал, в этот период, и Соединенные Штаты заявляли об этом снова и снова, имел место постоянный поток военных и вооружений, которые пересекали границу России с Украиной в направлении затронутых регионов. К этому нельзя относиться терпимо. Россия обязана не допустить такого рода потока вооружений и людей через украинскую границу, которые направляются туда только чтобы создавать проблемы. Если будет такой же поток людей через молдавскую границу, мы будем говорить то же самое. Я очень горжусь следующим на протяжении всей своей работы здесь. Мы предоставили молдавскому правительству помощь в размере около 50 миллионов долларов или более на повышение безопасности на границе, потому что безопасность на границе – непреложное условие целостности любой страны. И, Анатолий, скажу очень понятно и просто. Мы делаем это не только потому, что считаем, что это хорошо в целом. Это важно для Соединенных Штатов и всех стран Европы. Потому что, если мы не можем гарантировать безопасности и того, что происходит в границах государства, тогда фактически мы имеем дело с нестабильной ситуацией и хаосом. Поэтому мы защищаем территориальную целостность Молдовы и стабильность ее границ. Мы защищаем право Украины принимать необходимые решения с тем, чтобы ее границы были защищены. Мы продолжаем отстаивать права всех государств этого региона, чтобы обеспечить их территориальную целостность. И мы не хотим, чтобы имело место какое-либо нарушение этой территориальной целостности. Но вмешательство США в ситуацию на Украине имеет место? Потому что Россия говорит, что ситуация бы урегулировалась, если бы не было вмешательства США. Если бы Вашингтон не диктовал, как поступать Киеву. Если бы госпожа Псаки и госпожа Нулан меньше ездили бы в Украину. Вот как должны поступить великие державы, чтобы не прибегать к двойным стандартам и стабилизировать ситуацию на Украине? Скажу вот что. Думаю, этот вопрос нужно задать Петру Порошенко. Потому что, думаю, он принимает решения от имени правительства Украины. И когда я увидел признанные на международном уровне результаты выборов, он получил убедительное большинство голосов украинских избирателей. Иными словами, решение о прекращении огня или непрекращении огня принимали не Соединенные Штаты. Его принимал должным образом избранный президент Республики Украина. И думаю, ошибочно путать нашу поддержку на Майдане свободы мирных протестов с поддержкой сепаратистских элементов в соседнем регионе. Думаю, нельзя говорить, что когда мы говорим, что мы поддерживаем право на свободу мнений, что это равноценно направлению автоматов и оружия через границу для дестабилизации соседнего государства. И хотел вас спросить в контексте обеспечения безопасности Молдовы, что еще должна делать Молдова для укрепления своей безопасности и каковы должны быть отношения с НАТО? И здесь уместным мне показался вопрос нашего телезрителя Виталий Петросян спрашивает прямо, почему США стремятся втянуть Республику Молдову в НАТО? Ну, надо было у него спросить. Если ему что-то об этом известно, я бы хотел узнать, что... Я говорю это по этой причине, это немного неформальный ответ, но я скажу вот что, Анатол. Мы уважаем, соблюдаем территориальную целостность Молдовы, конечно, но мы также соблюдаем нейтралитет закрепленной Конституции Молдовы. И мы всегда говорим, что граждане Молдовы должны решать, какими будут их вооруженные силы и каким они хотят видеть этот статус нейтралитета. Мы делали с Молдовой следующее. Мы считаем, что наличие вооруженных сил, в частности вооруженных сил, которые могут участвовать в международных миротворческих операциях, и вооруженных сил, способных защищать территорию Молдовы, это важная составляющая демократического общества. Потому что мы считаем, что у людей есть право защищаться, как я уже говорил. И мы также говорим, что благом для Молдовы является наличие вооруженных сил, которые могут работать с международным обществом и государствами, и помогать другим странам в миротворческих операциях. Мы предоставили не огромную сумму денег, а пару миллионов долларов в год Министерству обороны Молдовы последние несколько лет на укрепление миротворческого потенциала. Иными словами, мы обучали персонал, мы предоставили определенное оборудование и проводили другую деятельность. Потому что мы считаем, что когда Молдова выйдет на международную арену, она должна сказать, да, мы можем помогать в зонах конфликта, мы принимаем меры для того, чтобы помочь другим государствам, нуждающимся в такого рода помощи в конфликтной ситуации. Потому что это просто составляющее ответственного члена международного сообщества. Но мы не обсуждали, правительство Соединенных Штатов не обсуждало с правительством Молдовы членство в НАТО. Потому что мы считаем, что первое, что нужно сделать, это чтобы Молдова приняла такое решение. А потом мы можем это обсудить, потому что мы не можем просто начать дискуссию, которая должна состояться в рамках демократического процесса. Теперь, есть определенные политики, которые начали говорить, что они считают, что в Молдове место в НАТО. Но это вопрос, который должен быть решен в самой Молдове. А затем может состояться дискуссия среди государств-членов НАТО. Но на самом деле сейчас это не обсуждается. Пока мы будем исходить из Конституции Республики Молдова. Окей. Которая предусматривает принцип нейтралитета. Вес. Восвращаясь к проблеме Приднестровья, я вас хотел спросить. Известно, что США выступают за продолжение переговора в формате 5 плюс 2. За неимением другого формата, другого переговорного процесса. Но, на ваш взгляд, формат 5 плюс 2 в нынешней ситуации, учитывая отношения между Украиной и Россией, между Россией, США и Евросоюзом, этот формат может быть эффективным, действенным для урегулирования Приднестровского конфликта? Ну, знаете, когда люди говорят, что этот формат неэффективен, я им говорю, «Да, но, пожалуйста, скажите мне, что бы вы сделали иначе, и какой формат вы считаете был бы эффективным?» И в этом проблема. Нет другого формата, который мы могли бы придумать, который представлял бы интересы всех сторон. Я присутствую на всех этих переговорах и часто нахожу их очень-очень трудными. Все равно лучше продолжать говорить и искать возможные точки согласия, вместо того, чтобы идти на риск конфликта. И, знаете, я очень верю, я очень твердо верю в важность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Потому что во время моего пребывания на посту здесь я видел времена, когда в зоне безопасности возникала напряженность между Приднестровьем и Молдовой. И когда благодаря присутствию ОБСЕ нам удавалось снижать уровень напряженности и делать так, чтобы стороны вели переговоры между собой. Переговоры в формате 5 плюс 2 – лишь еще один аспект присутствия ОБСЕ в Молдове. И это важно для того, чтобы конфликт не разгорелся и не имел очень серьезных последствий. Теперь, Анатол, вернемся к тому, о чем мы говорили в первой части программы. Я считаю, что важно смотреть на процесс переговоров в самом ближайшем будущем как на возможность. Говорить о том, как сделать так, чтобы Приднестровская экономика была полнее интегрирована в Молдавскую экономику посредством соглашения об ассоциации и соглашения о глубокой всесторонней зоне свободной торговли. Потому что я вижу потенциал роста по обе стороны. И я считаю, что начало этого процесса – это способ обеспечить более светлое будущее жителям Молдовы по обе стороны реки Днестр. Спасибо. К сожалению, наше время практически стекло в эфире, но я вам хотел задать еще вопрос о том, какой подарок вы ожидаете на свой день рождения 30 ноября от молдавских граждан, которые в этот день должны идти на избирательные участки? Мой день рождения накануне. Он 29 ноября, а не 30 ноября. И в этом году мой день рождения был очень, очень счастливым, потому что в этот день Молдова подписала соглашение о глубокой всесторонней зоне свободной торговли и соглашение об ассоциации в Брюсселе. Да, парафировала в этот день, не подписала. И это был очень хороший способ отпраздновать мой день рождения в этом году. Знаете, чего я жду в этот день? Увидеть, что в Молдове состоялись очень глубокие демократические дебаты, и что у людей в Молдове была возможность честно обсудить с политиками, чего они ожидают от будущего страны. И я знаю, что есть многочисленная диаспора. Я надеюсь, что и у диаспоры будет возможность по интернету и другими способами участвовать в этой дискуссии. Потому что Молдова действительно стоит на историческом перекрестке. И не обязательно, безусловно, связи с этим соглашением. Но Молдове пора осознать, что ей надо самой строить свое будущее. Это обязанность каждого гражданина Молдовы. Сказать, в каком государстве мы хотим жить, что мы хотим делать. Так что я надеюсь, что 29 ноября я смогу оглянуться на прошедшую предвыборную кампанию и сказать, что состоялись надлежащие демократические дебаты, в которых были изложены позиции, и что люди смогли задать вопросы политикам, непростые вопросы, и получили удовлетворяющие их ответы. Тогда я буду счастлив. Ну, 29 ноября будет День тишины, когда агитация запрещена. Можно будет за бокалом шампанского или молдавского вина или виски поразмыслить о том, как... Можно будет поразмыслить о том, как прошла избирательная кампания, но я уверен, что до вашего дня рождения в Молдове скучно не будет. Скажу вот что, Анатол, мне никогда не было скучно в Молдове. И хочу сказать вашей аудитории, что я хочу, чтобы в Молдове им было немного скучно. И я говорю это вот почему. Я хочу стабильной, демократичной, экономически процветающей Молдовы. Иногда в лучших, самых успешных обществах мира довольно скучно. Иногда так в Соединенных Штатах, потому что наши выборы довольно предсказуемы. Наша демократия продолжает функционировать, и наша экономика продолжает функционировать. И из дискуссий со многими молдаванами я знаю, что чего они хотят, так это стабильности. И я скажу этим молдаванам, посмотрите на соседние страны, посмотрите на страны, которые по-настоящему за последние 20 лет пришли к стабильности. Я думаю, вы обнаружите, что это те страны, которые обязались привести свои стандарты и демократию, и экономику в соответствии с требованиями Европейского Союза. И они достигли очень хороших результатов. Спасибо. Я тогда желаю, пользуясь тем, что сегодня День независимости США, я вас поздравляю с праздником. Спасибо большое. Желаю, чтобы у вас было относительно скучно, стабильно и спокойно, как и у нас, и себе то же самое желаю. Счастья, здоровья вам лично. Ваш мандат завершается в этом году, но я надеюсь, что мы еще раз успеем до завершения мандата, чтобы вы поделились больше личными впечатлениями о Молдове. Надеюсь, сможем. И учитывая, какой сегодня день, должен сказать, с днем рождения Соединенные Штаты Америки и народ Молдовы от имени нашего великого народа. Спасибо. С праздником вас. Спасибо за участие в передаче. Спасибо. Уважаемые телезрители, это был диалог с послом США в Молдове Уильямом Мозером. Я Анатолий Голя. До встречи в пятницу. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова